Если вы собираетесь говорить на английском, причем неважно где и с кем, вам нужно сразу научиться правильно задавать вопросы. Повелительное наклонение «дайте», «скажите», «принесите», которое мы используем для просьб довольно часто, в английском не стоит применять вообще. Просто приспросите. Всем привет! С вами Марина, и я буду делиться лайфхаками своей международной практики. Если вы собираетесь говорить на английском, причем неважно где и с кем, вам нужно сразу научиться правильно задавать вопросы, потому что простить о чем-то вам придется очень часто, начиная от простых туристических вопросов, как пройти на какую-нибудь площадь, заканчивая бизнес проблемами, например, прислать вам контракт еще раз, потому что вы его не получили. Вы можете возразить, что что что, а вопросы задавать вы точно умеете. Ведь это же легкотня и примитив, и узнают такое на совсем ранних стадиях обучения. Скорее всего, эти ранние стадии у вас проходили по учебникам, которые не учитывают все особенности разговорного английского. В антишколе мы делаем фокус как раз на разговорном формате, поэтому точно знаем, что наши студенты делают не так. Побольше жизни. Начнем с примера. Допустим, вам нужен другой размер вещи в магазине. Дома мы бы сказали «дайте мне пиджак на размер меньше, пожалуйста». Все звучит вполне прилично. Мы использовали вежливую форму обращения на «вы» и слово «пожалуйста». А теперь ту же самую фразу мы дословно переведем на английский язык. Несмотря на добавленное слово «плиз», фраза эта на английском звучит довольно грубовато. А добавьте к этому еще и славянский акцент, и добро пожаловать в образ русского мафиози из голливудских фильмов. Вот из-за таких фраз и возник стереотип о том, что люди из стран бывшего СНГ очень грубые. К сожалению, иностранцы делают такой вывод из-за нашего способа говорить. Мы не пытаемся построить фразу по-английски, а переводим ее дословно с родного языка. Повелительное наклонение «дайте, скажите, принесите», которое мы используем для просьб довольно часто, в английском не стоит применять вообще. Просьбы на английском лучше выражать непрямым способом, когда действующим лицом является не собеседник, а мы сами. Например, То есть, не вы мне принесите, а могу ли я получить другой размер. Это прямо уровень супер-вежливости. Можно взять еще один вариант, используя модальный глагол «could» и прямой запрос. А вот фраза «send me the contract, please» не вписывается в деловую этику, и вы сразу будете выглядеть несерьезно в глазах своих зарубежных партнеров. Еще один вариант просьбы, который на английском будет звучать слишком прямо и грубо – это выражение своего запроса с помощью фраз «Я хочу» или «Мне нужно». Да, мы именно так и говорим. Например, «Я хочу еще один кофе, пожалуйста». Или «Мне нужна скидка на этот телефон». На английском через фразы «I need» и «I want» можно выражать только очень срочные запросы или крайние недовольства. Например, «Мне нужен врач, мне кажется, у меня сломана рука». Здесь не до длинных фраз, у нас с вами чрезвычайная ситуация. Давайте теперь разберем пример с «I want». «Я хочу поговорить с менеджером». «Не нужно, чтобы моя проблема была немедленно решена». Такую фразу мы используем для того, чтобы выразить крайние недовольства, и мы показываем, что мы никуда не уйдем, пока люди не займутся нашим вопросом. Но не злоупотребляйте этой фразой. Она годится только для крайних случаев, когда те люди, которые должны были вам помочь, не захотели этого сделать и поступили с вами некрасиво. Разберем еще одну ситуацию, в которой мы часто бываем грубыми на английском, сами того не зная. Допустим, вы хотите заказать кофе, и говорите «I will have one cappuccino, please». И в ответ вам что-то говорят, например, «Would you like any toppings with that?». А вы не знаете, что такое топпинг, или фразу сказали слишком быстро, и вы ее не расслышали. Сейчас я продемонстрирую вам наиболее распространенные ответы на подобную ситуацию. What? I don't understand. Repeat. Но хуже всего переходить на русский и делать максимально недовольное лицо. Че он сказал? Я ничего не поняла. Странно, но об этом вообще редко говорят на уроках английского. Хотя переспрашивать нам приходится намного чаще, чем говорить, что Лондон – это столица Великобритании. Поэтому вот вам список фраз, которыми действительно стоит пользоваться, если вам нужно что-то переспросить. Например, уже знакомая конструкция с модальным глаголом «could» «could you please repeat that?». Не могли бы вы это повторить? Это очень вежливая форма, которая подходит для любой ситуации, как в общественном месте, так и в бизнесе. Или вот еще вариант «I'm sorry, I didn't catch that». Это уже выражение для продвинутых, и означает оно «извините, я это не уловил». Еще для большинства бытовых ситуаций отлично подойдут короткие фразы, например, «sorry» или «pardon me», «excuse me». Так вы показываете собеседнику, что что-то не расслышали и извиняетесь за это. Из коротких форм вам также пригодится фраза «come again», и она означает просьбу повторить сказанное еще раз. Используя короткие формы, не забывайте и о правильной вопросительной интонации, потому что с другой интонацией эти же фразы используются, чтобы показать собеседнику, что он сделал или сказал что-то очень плохое. Подведем итоги с просьбами на английском. Избегаем повелительного наклонения вместо этого используем конструкцию с модальным глаголом «could». Если вы что-то не поняли или не услышали, не кивайте, как будто все хорошо. Просто переспросите и помните, что вежливость позволит вам освоиться в любой стране, и она не менее важна, чем ваш уровень английского. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы с практики языка, напишите нам об этом в комментарии. На лучшие из них мы обязательно снимем видео, потому что практика английского это как раз профиль антишколы. Будьте котиками и may the force be with you.